Как можно просить убежище? Давайте начнем с самых истоков, да, как бы, какие у нас есть способы. То есть я могу от себя сказать, что, ребят, смотрите, убежище можно просить на территорию США, да, как бы, и это предпочтительный вариант, потому что я говорила в начале, да, разговора лучше приехать по визе какой-то, какую-то либо визу получить, туристическую, например, даже, да, и потом мы приехали в США, и дальше вы уже по туристической визе, как бы, можете просить убежище. Или это делать другие, вы можете перейти на свидетельческий статус, на, не знаю, выйти замуж, как бы, жениться, у нас свободная страна можно, или выйти замуж, или жениться, да, как бы, можно, там, через работу перейти, выиграть за три грин-карта, то есть можно много всего, когда вы уже находитесь в США, да, можно получить, ну, попадаться на убежище, да, в течение первого года после приезда. Также есть другие способы, то есть после этого можно просить убежище на границу США с Мексикой, да, как бы, и попасть в судебный процесс, да, когда вас будут депортировать, вы должны в суде, в отличие от первого процесса, где вы в суд не попадаете, вы просто идёте в вибрационную службу и беседуете с офицером в такой более дружелюбной атмосфере в суде, у вас против вас есть прокурор, да, если вы ездите через границу США с Мексикой, где, ну, как бы, где прокурор против вас. Есть третий способ через программу переселения ООН, да, когда вы подаётесь как член какой-то группы, в основном это 50-ники, да, как бы, баптисты, то есть религиозные меньшинства, евреи там раньше было достаточно много, и переезжайте таким образом. То есть вот эти три способа, да, я немножко описала, да, как бы, ну, так, вы уточните, может, в комментариях, да, на что вы больше смотрите. Есть ли какой-то, ну, как бы, комментарий, Давид, какой-то комментарий на тему того, что, ну, как бы, как лучше подаваться, да, как бы, если вы ещё не... За границей, за границей это делать очень-очень трудно, это делается через UN, там надо регистрироваться в High Commissioner for Refugees, заполнить документы, важно. Тут, я думаю, в русском языке не так большая разница между, допустим, статусом убежищем, но в английском языке это не совсем то же самое, то есть, когда вы находитесь в США, вы подаёте на асайлом, на убежище, когда вы за границей США, вы подаёте на статус refugee, это беженец, то есть это совсем требования такие же самые, условия такие же самые, но процесс другой, и процесс регистрироваться и ожидания всего этого за границей США очень долгий. Мы не рекомендуем этот способ, то есть, реально, я общалась вот с одним мужчиной из Эфиопии, если не ошибаюсь, который вот этим способом приехал, да, и это заняло у него... Не, ну, не из Эфиопии, он из какой-то другой страны ждал ещё в Эфиопии, короче, это заняло всего года 4, да, то есть у них как бы, то есть это не шутки, это бывает, ну, то есть это через программу переселения. Другие способы, можно прокомментировать? Ну, то есть через границу США с Мексикой и через визу. Ну, через границу США с Мексикой вы попадёте в суд, и это так должно быть, у вас будет первое слушание, оно называется master hearing, Многие его называют, русскоговорящие называют его знакомство с судьёй, это никакое не знакомство, вы не приходите, не представляют судью, это процесс, под которым вам выносят обвинения, вы отвечаете на это обвинение и вы просите защиту. То есть как вызывают ваше дело, вам перечисляют ваши обвинения, допустим, это типа такого, как вы являетесь гражданом России, вы въехали в США 1 июля, у вас визы нету, чтобы въехать в США, вы пересекли границу с Аризоной. На сегодняшний день у вас нету базы, под которым вы можете остаться в США. То есть это вам и по поводу законодательства, статьи, вас планируют депортировать. И вы должны сказать, или вы согласны с этими обвинениями или не согласны. В основном мы всегда соглашаемся с ними, потому что они правдивые. Только там, если есть какая-то опечатка или что-то не так написано, только тогда мы оспариваем. Но в основном мы с ними соглашаемся. Мы соглашаемся также, что человек по законодательству, что правительство США имеет право депортировать этого человека. И в защиту мы просим убежище. И судьи спрашивают, в какую страну вы хотите, если не получите убежище, какую страну вы хотите designate return. То есть показать или указать, в какую вы вернетесь. Мы, конечно, всегда этого отказываемся, потому что если вы просите, допустим, убежище с Россией, мы не можем говорить суде, что вы готовы вернуться в Россию. То есть мы всегда отказываемся указывать страну, и прокурор всегда рекомендует страну, с которой вы приехали. И вот так оно остается. Потом судья смотрит на свой график и дает вам дату индивидуального слушания. Это когда уже будет суд по вашему делу. Обычно это на сегодняшний день, допустим, в Нью-Йорке, в Нью-Джерси примерно два-два с половиной года. Иногда являются молодые судьи, в которых появляется какое-то пространство, они пытаются его заполнить. И иногда бывают раньше даты. И обычно 30 дней до слушания вам надо предоставить все документы в суд, которые вы планируете использовать во время суда. Потом вы являетесь в суд.